Добро здоровиться уважаемые посетители канала и я как светоч должен блеснуть блеснуть и вы сейчас поймете настолько ли я светоч или нет вот как раз был блиц ответ про микрофлору я там привел пример своего сына то есть у сына он как раз с армии пришел было все нормально там и вот он решил смысле нормально и с микрофлорой и с переводом и вот он решил поддавшись на рекламу что вот сейчас еще будет лучше если он вот эти все значит актимейли там и прочее 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 там попьет ну и вот случилось так что он очень жестко пострадал очень жестко пострадал то есть это один я вам пример привел тут важно чтобы вы понимали здоровый человек решил еще стать здоровее и думать сейчас я сделаю и будет а я вам как раз объяснил что микрофлора микрофлора она образуется за счет тех или иных продуктов которые вы употребляете в пищу вы будете другие продукты употреблять значит у вас потихонечку изменится микрофлора соответствующая будет вот и важно вот это все для чего мы делаем мы делаем это для того чтобы мы с вами не болели чтобы у нас стул был нормальный оформленный что все было легко и просто вот до чего теперь вот послушаем доктор house 852 не согласен про пробиотики у меня есть опыт хорошо вот я вам свой опыт изложил доктор хаус свой излагает это была бактерия и флора упала от 10 10 до 10 2 то есть была бактерия то есть не ясно что там случилось то лишь человек отравился то ли еще ну что то такое то есть почему бактерия упала то есть были какие-то вещи которые привели к этому так пропил керосин две недели и целенаправленно пропил керосин две недели две недели керосина они в основном уничтожают патогенную эту микрофлору во всем организме но вот важно понимать что вот именно в кишечник сам потому что все это всасывается где-то у нас начиная там в тонком кишечнике то он в конечные отделы тонкого кишечника в толстый кишечник это особо не попадает но все равно это хорошая вещь для того чтобы говорить болезнетворную микрофлору значит принизить так попил керосин две недели и целенаправленный антибиотик недели целенаправленный антибиотик это значит как я понимаю он применяется для непосредственно был скорее всего сделан посев этой микрофлоры бактериальная выявлена значит вот это патогенная микрофлора или там бактерии какие-то вредны и против них делается специальный антибиотик то есть специальный антибиотик это уже ну медицина вот так вот а мы вот для тебя вот так вот сделаем чтобы вот на то работала при этом керосин если так это сказать он работает против всех этих там микробов в том числе и против будем говорить и положительных но намного с каким-то так как практика показывает намного с каким-то более мягким эффектом на все оставшуюся нужную микрофлор насколько я могу следить по своему опыту так врач сказал месяц пить антибиотик но естественно врачу надо подзарабатывать поэтому пожалуйста антибиотик давай надо пить так пил также а то есть вот этими вещами как бы сказать ну вредная микро микрофлора значит бактериально она задавилась я так считаю на она значит задавилась плюс смотрите вот этот этим антибиотик насколько я так понимаю вот эти все антибиотики значит они ну может сейчас более какие-то там современные они найти только вот на эту бактерию воздействует и больше никак но тем не менее тем не менее вот у меня все таки мнение такого они способствуют тому что подавляя микрофлору вредную там полезную там как там угодно вот они тем самым способствуют развитию грибковой инфекции потому что сам антибиотик делается из грибка ну так я думаю да так пил так же при и пробиотики пару недель сделал анализы флора стала 10 но 4 пил не бифидум это надо детям это надо детям вот и вот еще разок я хочу вам сказать что в зависимости от того что вы едите у вас формируется соответствующая микрофлора и вот в чем заключается сложности перехода там допустим это на вегетарианство чтобы она длительно продолжилась на сыроедение вы должны сформировать соответствующую микрофлору которая бы размножалась на ну просто на овощах а потом на сырых овощах чтобы это у вас все было сформировано процесса не такой уж быстрый и в результате возникают разного рода осложнения и тебя смотрите так пил не бифидум это надо детям а лактобактерий это нужно взрослым лактобактерий насколько понимаю это а давайте мы даже посмотрим лактобактерии что это такое да хотя и лактобактерии и посмотрим и бифидум бактерии чтобы мы точно для себя уяснили что это такое так молотком тут стучат осталось от прошлого Так, опа Лактобактерии Найти лактобацилы Так, лактобацилы Род грамм положительных Факультативно Анаэробных или Микроаэрофильных Бактерий семейства Лактобактерий Один из важнейших в группе молочнокислых Бактерий Большинство членов Которые превращают лактозу И другие углеводы В молочную кислоту То есть здесь Насколько я понимаю Нужны были для того Чтобы превращать Лактозу и другие углеводы В молочную кислоту Лактоза, лактоза Можно так сказать и лактоза Лактоза, насколько я понимаю Лактоза, молочный сахар Лишний раз мы сами себе напомнили Что лактоза это молочный сахар То есть для того, чтобы расщеплять молочный сахар Доктор Хаус, наверное Любитель молока Туда выходит Что они сделали Теперь, что такое Бифидум То есть это Всего-навсего Всего-навсего Лактобактерии Проголодал Проголодал 3 дня И все наладилось На голоде Все Прекрасно нормализуется То есть Если у вас что-то не получается Вы Заголодовали И как бы сказать Как сделали Перезапуск компьютера Вот что-то у вас Программа сбилась И все это Более-менее наладилось Ну ладно Давайте Лактобактерии Это Так Что такое Так Бифидум Ага Смотрите Тут тоже написано Это пробиотик Это Лактобактерии Что Это что Бифидум Живые Бифидобактерии Обладают Высокой Антагонистической Активностью Против широкого Спектра Патогенных И условно Патогенных Микроорганизмов Кишечника Включая Стафилококки Протей Энтеропатогенную Кишечную палочку Шигелы Некоторые Дрожевые грибы Восстанавливает Равновесие Кишечное И Влагаличное Микрофлоры Образует Пищеварительную И защитную Функцию Кишечника Активирует Затаминные Процессы Погрешает Неспецифическую Резистентность Организма Профилактика Лечения Дисбактериоза ЖКТ Различная Теология Язвенной Болезни Желудка 12-перстной Кишки Панкреатита И так далее И так далее Но что бы я сказал Если вы Не делаете Каких-то Особых Над собой Экспериментов То есть Что-то вы Такую Чужеродное Не съедайте Если вы Не отравились Они просто Вам не нужны Вот опять-таки У меня Все Такая вот мысль Мы вот думаем Что вот нам сказали И вот это Так действует Насколько Показывает Мой опыт Вот это Сказали Это действует Очень большая Разница Между тем Что говорят И еще говорят Что это Научно доказано И между тем Что имеется На практике При этом Я не хочу Сказать Что Все это Туфта Туфтаная В некоторых Случаах Это действует Почему я написал Что вам повезло Что у вас Но плюс тут Видите Тут И голодание Было И керосинчик Был Так что нельзя Сказать Что вот Только это Так что Петрович Ты ошибаешься По поводу Пробиотиков И вот тут Основной Так сказать Вопрос Смотрите Вы выслушали Одно мнение Вы выслушали Другое мнение Буквально Таки Противоположно И вот Будем говорить На основании Вот этих Вот мнений Если вам Что-то Придется Там Выбирать Вы вот Прислушайтесь И попробуйте Как это работает Что касается Еще разок Микрофлоры Я вам сказал Нормальная микрофлора Она меняется В зависимости от того Что вы едите И на соответствующие продукты Вырабатывается Соответствующая микрофлора И ничего там Туда не надо Пихать еще что-то Чтоб там Допустим Ага Там молочный сахар Это там Расщепляло А это там Еще что-то Там нормализовало Еще Там Собственный порядок И очень хорошо Вот на своей практике Я заметил Собственный порядок Знаете Что делает Нормализует Работу Пищеварительной Системы И особенно Нормализует Работу Значит Микрофлоры Это Семена тмина Которые мы С вами Просто-напросто Глотаем Мы с вами Проглотили Вот я с утра Встаю Примерно Одну Пятую Чайной ложки Сейчас у меня Дозировка Поменьше Потому что Я не вижу Нужды Пол чайной ложки Принимать Семен тмина Я просто Глотаю Запиваю И все И пошел Никаких Вспучиваний Ничего Нету Видите Казалось бы Без Каких-то Там Бактерий Потому что Тмин действует Совсем Отделах Тонкого Кишечника Семена Разблекают И Толстом Кишечнике Ты не имеешь Своего опыта На эту тему Ну почему Не имеешь Своего опыта На эту тему Я только что Высказал Опыт Тот Что был У моего сына На моих глазах Немножко Я принимал Эту Актимиль Тоже же Когда Не понимаю Сути вопроса Я поддался Там На рекламу Да Попробуешь Что это там такое Как и что там Толком я особо Ничего как-то Не ощутил Но сейчас не помню Это давно было А вот Что касается сына Это вот Буквально таки Отравление Я имею ввиду Пробиотики И нельзя так утверждать Ты как И кто другой Должен знать это Опять таки Опять таки Вам говорят Все что угодно И вот Вы уже Прекрасно знаете Что одно И тоже Средство На двух людей Может Подействовать Совершенно Противоположно Имейте это ввиду Нету такого Чтобы Вот все Работало Только знаете На 100% Вот так Как сказали Должно вот так Сработать А она Сработала вот так И я вам привел Это хорошо Молодец Доктор Хаус Откликнулся Два примера Вот у меня Отрицательный У него положительный Ну плюс еще Со всеми этими Там Пробиотиками Вернее Керосином И голоданием То есть можно сказать Это не чистый опыт Что вера И есть Мысли образ Или для Неучи Плацебо Она работает А значит Мы можем Его использовать Старе и старина Все работает Если вы верите Если вы верите Знаете Что касается Веры Вообще-то Это конечно Удивительная Вещь Настоящая вера Как говорил Иисус Христос Если у вас есть Веры Горчичное Зерно Скажите Той горе Передвинься Она передвинется А где такая вера Вот я занимаюсь Гравитационной Гимнастикой Где ты За счет веры Должен там Поднимать Тон У меня Такой веры Нету У меня Она больше Силовая Поэтому конечно Вот это веришь Плацебо Не плацебо До настоящей веры Ох Как далеко Поэтому так Знаете Ваши мысли Есть Ваш истинный врач Здесь Опять таки Я как Светоч Светоч Вот почему Светоч Сейчас я вам объясню Одно дело Вы верите В какое-то там Лекарство Ваши мысли Вот тут Важно разобрать Ваш истинный врач Лекарство Что она поможет Вот Ага Вот это поможет Знаете Как вот Онкологический больной Хватается Вот за то лекарство За это лекарство Да хотя бы За это Вот у нас была Эта пандемия И сейчас Рассказывается Огромное количество Случаев Когда Когда врачи Говорили Слушай Вот это Лекарство Современное Сейчас С Турции Самолетом Доставят Она тебя Вылечит Стоит там 200 тысяч 300 тысяч 600 тысяч Люди платили И не все Из них Выжили После приема Этого лекарства Час из них Погибло Несмотря на то Что Вера Вот она Сейчас А вот Что имеется Действительно Ваши мысли И есть Ваш истинный врач Вот если вы Мыслите Позитивно Доброжелательно Вот как я сейчас Видите Доброжелательно Позитивно С разъяснением Всего Двух этих Ситуаций У доктора Хауса И допустим У моего сына Вот И разъяснил Что что как И Не сказал Что это вот Эх плохо А это вот Эх хорошо А на ваш суд Что и такое Может быть И такое Еще разок Я хочу сказать Одно и то же Средство Может подействовать Совершенно Противоположно При этом Мы не понимаем Что мы Совершенно Различны Мы едим Разные продукты Мы по разному Мыслим Мы по разному Живем И то что должно Вот так вот Подействовать Она действует По разному Просто По разному А вот Ваши мысли Есть ваш истинный врач Вот Это так Как я вас Учу Чтоб у вас Было хорошее настроение Хорошее настроение Вот смотрите У нас есть Энергетическая составляющая Вот она Энергетическая составляющая Ох Я знаете Начал заводиться И начал получать Энергию Энергию Чувствовать Голоса заблестели Так вот У нас есть Ох Еще пришла энергия Ох Смотрите мне в глаза И За Внешним состоянием Итак Смотрите что получается Ох Еще пришло Аж Мурашки побежали Знаете так Что получается У нас есть Энергия Допустим 100% Для обеспечения Жизненных процессов В нашем организме Повышенный уровень Энергии Допустим Если ее 120% А вот эти 120% Достигаются За счет того Вы положительно Мыслите Вы Радуетесь Простым вещам Радость Поднимает Окрыляет Дает выработку Энергии То есть 120% У вас Этой энергии Ну может быть Больше 130% И так далее Слишком сильно Взвинчивать себя Так же не надо А вот это 120-130 Примерно держать Это то что надо Все процессы Идут прекрасно И именно Энергетические процессы Можете мне верить Можете не верить Но я в этом Убедился сам Занимаясь Подъемами Огромных весов Они дают тебе Энергию И она Оказывается Самым важным Защитником Или Иммунитета Именно она Обеспечивает Вот это То есть Сначала все идет На энергетическом уровне А потом уже Начинается На материальном уровне То есть вы все от себя Оттолкнете Это вот интересная вещь И так возвращаемся Ваши мысли Вот этой радостью Вот этими настроями Вот этими песенками Что я пою Ветерок играет Солнышко искрится Тучка по небу Медленно плывет Как хорошо А мне сейчас живется И душа отчасти Ликует И поет И душа отчасти Ликует И поет И поскакали Вот на этой волне Энергетической Вот это Ваши мысли Которые вы Специально Поднимаете Себе настроение Специально Все это Вызываете А в конце концов Вы понимаете Когда как Вы выйдете На На другой уровень Энергетического существования Это уже будет Ваш уровень Мы живем все На разных уровнях Энергетического Одного больше Одного меньше И так далее Отсюда Вы можете Там Более лучше творить Вам приходят Разные Так сказать Новые там Идеи И прочее 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 Вот это важно И теперь смотрите Если мы Наши мысли Я думаю Где бы взять Деньги Чтобы Ипотеку Заплатить Там допустим Ребенку Что-то там Не хватает Ой Хотелось бы поехать А денег нету А вот если занять А как отдать А вот на работе Что-то там Мало платят Ну это вот Вот так вот А там что-то там Соседи Включили Какую-то Загромку А тут машина Проехала Обляпала Вот этот Негатив Негатив Вот вы слышите Как я говорю И он только Со сто процентов Который обеспечивает Ваше здоровье Здоровый уровень Существа Они только раз Опустили На 80 процентов И вы вроде бы Здоровый человек Но уже Подвергнуты Разного рода Инфекциям Если у нас Вот такие вот Мысли Ваши мысли Ваши мысли Ваши наши мысли И есть Ваш истинный Врат То есть Вот ум Вы должны Умом Сначала Понять Целительный Механизм Нашего мышления Нашего Настроения Настроение Именно Мышление Это одно А настроение Это вот как раз Энергетический уровень Он может быть выше Он может быть ниже Если вы Вот этот механизм Понимаете Вы начинаете С ним работать Осознанно работать Вот тогда-то Этот истинный Врач заработает В противном случае На 80% Вы будете Энергетического Уровня Слово Постоянно Цеплять Какие-то Заразные Болезни Какая-то Хроническая Ерунда Будет Какие-то Сбои По телевизору Смотрю А там все Рекламируют Вот эти вот Микроклизмочки Делать Если вы там В туалет Не сходите В результате Люди Привыкают К этим Микроклизмочками И совсем не могут сходить Они только на них И сидят Вот в чем Задача Ну Короче вы поняли О чем я говорю Ваши мысли И есть ваш Истинный врач Это вот просто слова А я вам эти слова Перевел в действие Как я действую И я вам объяснил Если вы будете Так действовать И вы будете Совсем по-другому Се чувствовать И особо Ни одна зараза Не прицепится Так Всем здоровья И благополучия Авиценна Ну что Вообще-то Глянул в корень Знаете Как раз У меня же Я являюсь Академиком Народной медицины Узбекистана Где как раз Родился там Авиценна Вот И Какое-то Какое-то Знаете Какое-то Родство С древними целителями Я имею Это тоже Интересный Такой уровень Вот мы с вами беседуем Каждый человек Вы не понимаете Кто вы есть На самом деле Кто ты такой Где твои Истинные корни Где твои Близкие По духу Там По твоему Вот этим Мировоззрению Ну Не люди Скажем А духи С кем ты связан Что ты можешь Сам Можешь сам Насколько Можешь сам Это очень интересные вопросы Которыми я сейчас Начинаю потихонечку Заниматься О них никто не рассказывает Это Это большущая тайна Вот сейчас Как раз была передача Про Это Сам Из Афганистана С помощью формы Вычисляет Что там будет Что там стало И как раз Его В свое время Ванга Увидела За много лет До этого И сказали Вот будет Такой-то математик Из Афганистана Который Вот расскажет Будущее На основании цифр И так далее И так далее Ну Ну ладно Так вот Вот знаете Вот та Духовная Какая-то Общность Вот этих людей Которые знаете Они роднее родных Потому что Живут на одной волне Живут какими-то Одними интересами Поэтому Знаете Я так вот Доктор Хаос Вот доктор Хаос Он с доктором Хаосом Тема Это самое Как бы сказать На этих самых На вибрациях А я с авиценной Молодец Считал Вот такие-то дела Ну что Светоч Заблистал Или не заблистал Всего вам доброго Слушайте песенку Про Новый год Пора ее уже запускать И Из всего Что вы слышите Из всего Что вы знаете Вы имеете Своё мнение И еще разок Понимайте Что Нету Ни За Ни Контра А вот Все это В таком Знаете Каком-то Черно-белом свете Еще там Есть все Перекликается Это важно Понимать И для себя Применять Есть особый День В году Наступает Темноту Новым годом Он зовется И Всех Людей Дается Шелестят конфет Отвертки Там Мандарин Стоит И Наряженная Ёлка Огоньками Нас манит Веселись 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 Народ Наступает Наступает Новый Новый год Он врачу Нам несет Он по таргерам Дойдет Радость И любовь Отчет Это Новый Новый год Снова Детство К нам Вернулось Волшебства Мы жадно Ждем И Почек Не Покалом Походит Счастье В каждый Дом Веселись 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 Народ Наступает Наступает Новый Новый год Вот Начу Нам Несет Он по таргерам Дойдет Радость Наступает Наступает Нов Новый Новый Субтитры сделал DimaTorzok Благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.